Итак, мы продолжаем изучать поучение отцов, перкеавод, и сегодня мы получим сразу две мишны, восьмую и девятую. И эти мишны говорят про еврейский суд. Давайте услышим, что говорят наши мудрецы. Это третья пара еврейских мудрецов, Раби Иуда бен Табай и Раби Шимон бен Шетах. И сказано, что они получили от Йошуа бен Прахия и Натайя Арбель, от второй пары еврейских мудрецов. И есть спор в Талмуде, есть мнение, что Раби Шимон бен Шетах, он был на Си, а Раби Иуда бен Табай был Афбей Дин. И я чуть-чуть расскажу о том периоде, когда действовали и жили эти мудрецы. Это было в правлении царя Яная, который как раз была битва между теми, которые отвергали устные учения Саддуки и Прушим. Это еврейские мудрецы. То, что русский язык вошло как понятие очень отрицательное. Фарисеи. То есть люди, которые говорят одно, а делают другое. Обманщики. Так это Прушим. Это еврейские мудрецы, которые Прушим отодвигаются даже от разрешенного. Устрожают для себя. Ацдукин – это, помните, мы говорили про Цадока и Байтуса, учеников Антигнуса и Шсоха, которые неправильно поняли своего учителя и отрицали, что есть будущий мир и плата. То есть отрицали силуусную Тору. И вот царь Янай, он убил еврейских мудрецов. И многие мудрецы должны были бежать. Раби Иуда бен Табай бежал. А Раби Шимон бен Шетах, так как жена царя Янай была его сестра, она прятала своего брата. И после того, как смягчился нрав Яная, он вышел и он приложил все усилия, чтобы Санедрин, который состоял в основном из Дукин, отрицающих основную основу Торы, тот, кто отрицает устную Тору, он отрицает и письменную Тору, он отрицает самого Творца. Если нету воздаяния, то нету и судьи. Так вот, против них выступал Раби Шимон бен Шетах. И после того, как кончились гонения Яная, он позвал Раби Иуду бен Табай, и тот вернулся. Так вот, что говорит Иуда бен Табай? Не делай себя, как те, которые, чтобы выиграть суд, они советуются с мудрецом, как рассказать, даже ложно выставить свое требование к другому, чтобы победить суде. Это называется киорхеаденим, как гости у судей. Ну, то есть, как тот, кто приходит, есть такой запрет у судьи выслушивать одну сторону без другого. Так вот, они приходят к такому судью и советуются с ним, как сказать, как лучше выставить, чтобы человек не делал себя таким обманщиком. И дальше совет для судьи. Когда стоят перед тобой два участника тяжбы, смотри на обоих, как на злодеев. А если они приняли на себя твое решение, смотри на них, как на оправданных, потому что они приняли на себя решение суда. И эти вопросы разбираются в нескольких трактатах Талмуда. Например, если перед судьей находятся два человека. Один пришел в золотом камзоле, а другой в бедных одеждах. Судья не имеет права их судить. Почему? Потому что инстинктивно он будет подслуживать тому, кто в богатых одеждах. Поэтому он говорит так. Либо сними эти одежды, либо купи второй золотой камзол и дай тому, против кого ты выступаешь. А представьте себе судья. Перед ним приходит праведник поколения и простой еврей. Что ему сделать? Он не может сказать этому, садиться, а ты постой. Это уже несправедливость. Либо представьте себе, известная история приводится в Талмуде Шмуэль, великий мудрец Вавилона. Он переходил мост. И один человек, видно, он был пожилой уже, подал ему руку, чтобы помочь ему перейти на мост. После этого он разговаривался с ним. И оказалось, что этот человек идет, чтобы попросить его решить его спорный вопрос другим. Шмуэль сказал, я уже не могу быть твоим судьей. Почему? Потому что ты мне помог. То есть, это уже похоже на взятку. Другой приводится история. У одного судьи был Арис. Человек, который снимал его цитрусовые плантации, его сад, и платил ему определенное количество плодов в течение года. И обычно он ему приносил каждую неделю в четверг. А тут он принес ему плоды в среду. Почему? Он говорит, я пришел на суд. Он говорит, я не имею права быть твоим судьей. На день раньше принесли ему то, что ему полагается. Третий пример. Один человек смотрит, он судит. И почему-то он подсуживает одной стороне. А не может как-то. Вдруг он видит, что он хочет какому-то одному человеку. Ищет ему оправдание перед другим. Он прекратил суд. Пошел в комнату, где он одевал специальные одежды для суда. И обнаружил в своей одежде в кармане деньги. Вы понимаете, какая чистота была у еврейских судей, что он почувствовал, что что-то он не может правильно судить. Ему подложили деньги. Так что это такое? Еврейский судья. Он должен знать, когда он судит, он судит перед творцом. И меч висит над его головой. Потому что, если он заставит не по несправедливому решению одного еврея отдать деньги другому, что получится, что творец должен делать все, чтобы тот, кого как бы незаслуженно, несправедливо забрали деньги, ему вернуть. С другой стороны, следующее Мишна, это то, что говорит Рабишиман Бен Шетах. Он говорит так. Подробно допрашивай свидетелей. Это уже разговор про свидетелей. И будь осторожен в твоих словах, судья. Будь осторожен в твоих словах. Что из твоих слов они могут выучить, как обмануть. И Рашбам, внук Раши, он приводит объяснение. Это то, что написано в Талмуде. То, что Рабишиман Бен Шетах, он воевал против колдуний. И сказано, что он убил 80 колдуний в Ашкелоне. И родственники этих колдуний решили ему отомстить. Они наняли двух свидетелей, лжесвидетелей, которые пришли и ложно обвинили его сына, Рабишимана Бен Шетаха. И его вели на смерть. И он знал. И он сказал, творец еще взыщет с вас. И когда привели приговор в исполнение, пришли свидетели, которые обвинили этих лжесвидетелей, но это было уже поздно. Поэтому этот закон, который передает на будущее поколение Рабишиман Бен Шетах, очень тщательно допрашивает свидетелей. И известная история, что в одном месте пришел человек и начал он говорить что-то, что он из этого места, что он вернулся, что 20 лет его здесь не было. А это его жена, это соломенная вдова, которая ждала. И что-то показалось подозрительным судьям. И они спросили, где он сидел, где его место. Все он знал. А тогда спросили у него, а кто сидел перед ним, а кто сидел после него в синагоге. А как звали этого соседей? В общем, оказалось, что это обманщик. С другой стороны, пришли два свидетеля и свидетельствовали против честной женщины, что видели, как она себя вела недопустимо в рамках еврейского закона. И, казалось бы, все они говорят правильно, но привели их перед Гаоном из Вильна. И он услышал, он выслушал первого свидетеля, дальше его отвели в другую комнату. Дальше пришел другой свидетель и засвидетельствовал. Встал Гаон из Вильна и сказал, вы оба лжецы. Они задрожали, почему? Но когда встает такой большой человек и говорит так, они признались. Они спросили, как вы узнали? Потому что каждый из них точно повторил те же самыми словами то, что было у первого свидетеля, то было и у второго. Это само их выдало. Значит, они подговорились. Они заранее сговорились, как оклеветать эту женщину. И они получили удары палками то, что полагается лжесть свидетеля. Это одна из тех вещей, которые очень важны. Потому что на самом деле это есть глава в Торе про Эйдим Зумэми. То, что ты замышлял сделать против брата твоего, ты получишь сам. Ведь судьи не знают, как на самом деле происходило дело. Сам случай перед ними. Написано в Торе, на основании двух свидетелей станет вещь. То есть судьи видят, как будто перед ними. Вот сейчас заново происходит то, о чем свидетельствуют два кошерных свидетеля. А эти свидетели, если они казались лжецами. Что это значит? Приходят другие свидетели и говорят, как же вы можете свидетельствовать, вы же были с нами. Идет спор. Почему не убили тех свидетелей, которые убили сына раби Шимана Бен Шетаха после того, как привели приговор в исполнение? Объясняет Талмуд, что о чем идет речь, что такое называется Идим Зумимим. Те, которые выяснено, что они лжецы после того, как вынесен приговор, но не приведен в исполнение. И тогда они получают ровно то, что они замышляли сделать против брата. Например, если они пришли и засвидетельствовали, что такой человек должен другому тысячу долларов, теперь они вдвоем должны возместить этому человеку, у которого они благодаря суду хотели забрать тысячу долларов, ему возместить. Но с другой стороны, если они пришли и на их основании должны убить человека, пока не приведен приговор в исполнение, их можно убить. То, что вы замышляли сделать против брата, вы получаете, и тогда их двоих должны убить. Но если уже приговор приведен в исполнение, то есть не то, что замышляли, а сделали, на это не распространяется глава о тех, кто замышлял сделать, а не сделал. И тогда что получается? Их нельзя убить. То есть получается, что они не могут в этом мире получить исправление. Ведь у нас по еврейскому закону, даже если человеку полагалось по еврейскому закону смерть, перед тем, как приводили приговор в исполнение, причем это должны были сделать сами свидетели, которые свидетельствовали против этого человека, он должен был раскаяться. И тогда, когда он раскаивался и получал здесь наказание, он приходил в мир правды, в мир, где он должен был стоять на суде перед творцом, он уже не нес за это наказание, а те, которые сделали это, используя суд, как то, что то, что убивает человека, уже невозможно им дать исправление. А с другой стороны, спрашивается, ну вот как это, такие страшные четыре вида казней, которые приводили в приговоре по еврейскому суду, по закону Торы. Самое страшное наказание, это скилла, когда человека сбрасывали со второго этажа на камень. И известно то, что сказано, праведные женщины Иерусалима, они варили особенные снадобья. Почему я хочу вам задать вопрос, когда евреи выпивают, запусывают, они поднимают тост и говорят лехаем за жизнь. Почему? Потому что тот, кто был осужден на смерть, ему давали такой напиток, это вино, там были разные корени и так далее, он выпивал, и это действовало как сейчас мы сказали, это то, что перед операцией делают, анестезия, да, это то, что ему давали, и он, когда приговор приводился в исполнение, он уже не так чувствовал боль. Так тогда то вино, которое ему давали, это было на смерть, ле-мавет. Поэтому, когда мы празднуем какие-то радостные события в жизни еврейского народа, сейчас я пришел сюда с обрезания, одна семья, она училась у меня в Торонто, и он учился у меня в Торонто, они оба из Москвы, сейчас, сегодня в Иерусалиме было обрезание, там находился Рабентьон Зильбер, и он давал благословение, и мы вместе радовались и выпивали за то, что в Иерусалиме родился Йонатан Шулому, и чтобы в его время опустилась мир на эту землю, а когда это будет? Пока сказано истинно, она скрыта, Эмет Нидерет, объясняют наши мудрецы, одарим, одарим, табуны, табуны, каждый враг к каждому, каждый ссорится с каждым, партии миллионы, раздробление безумное, когда наступит мир, когда придет наш царь, то, что сказано в Широ Ширим, Шлому в Шуламид, Шлому, Раша объясняет, Мелех Ша Шалом Шелу, царь, которому принадлежит мир, а Шуламид, это еврейский народ, возлюбленная, творца этого мира, так вот, во время обрезания, после трапезы, которые мы поднимали бокалы и пили Лехаем, произвучали слова, что был мир на нашей земле, что пришел тот, кто несет мир, тот, кто реализует, чтобы в нашем мире, в наши дни был отстроен храм, что все евреи собрались со всех концов изгнаний в нашей земле, и вы представляете себе, когда евреи будут жить в мире против всего самими собой, со своими близкими, друзьями, со всеми евреями, сказано, что когда царь Шломо правил в Иерусалиме, не только еврейский народ не вел войн, во всем мире не было войн, потому что мы возлюбленные творца, и если мы действительно живем по законам творца, то сказано во время Шломо, все народы мира считали, что для них великая честь послать своих представителей, чтобы учиться мудрости у царя Шломо, сказано, слитки серебра валялись на улицах, никого это не интересовало, каждый сидел под своей виноградной лозой, под своим смоковницей, деревом шелковицы или инжира, и чем занимался? Постижением мудрости, так вы понимаете, мы оплакиваем девятого ава, разрушение храма, это прежде всего, это то, что разрушено в нас самих, это то, что каждый из нас является храмом, но, к сожалению, мы об этом забыли, нас научили, что мы потомки этой покалеченной обезьяны, представьте себе, когда в Иерусалиме явное присутствие Творца, и об этом евреи молятся три раза в день, верни свое присутствие в Иерусалиме, чтобы мы это видели, и что произойдет? Тогда мы поверим действительно, что мы сыновья царя. Кто является сыном царя? Принц. Если бы мы помнили, что мы принц, мы возлюбленные Творца, если человек находится в мире самим собой, он может находиться в мире со своими близкими, со своими далекими, с каждым евреем. Так вы понимаете, когда человек поднимается по ступеням этого огромного здания, которое называется его собственная душа. Мир – это одно из главных благословений. У человека есть золото, серебро, продукты, но нет мира в его сердце. Что все это для него значит? Творец благословит свой народ миром. Так это тот, кто сеет вражду внутри еврейского народа. За счет чего? На самом деле, представьте себе, это Хофетсхайм приводит такую притчу. Один человек должен уехать из города в город. И Балагола, хозяин брички, он ему сказал, ты знаешь, вот я смотрю, здесь такие стога сена, никого нет, и если ты кого-то увидишь, кричи, что видит, видит. А если нет, так я сумею пару стогов на свою бричку поселить, у меня будет много еды для моих коней. И как только он подошел к стогу, этот, тот, сидел у него в бричке, он закричал, видит, видит. Ну, этот испугался Балагола, вернулся, поехал, оглянулся, кого ты видишь? Он говорит, ты оглядываешься вокруг, а ты посмотри на небо, творец видит каждый твой поступок. Так вот, отчего человек позволяет себе обмануть, украсть, ограбить и так далее? Потому что он думает, его не видят. А если человек действительно правильно живет в мире, в мире с самим собой, с каждым другим евреем, так вы понимаете, он живет в мире Творца. И это то, что предупреждают еврейские мудрецы. Царь по суду будет судить землю. Если мы будем жить по праведному суду, если мы не позволим, чтобы, то есть, если еврейский судья будет знать, перед кем он судит, если не будут обманывать две стороны, один пойдет к одному, опытному судье, другой к другому, чтобы научил их, как правильно обмануть, чтобы не были вы, как гости у судей. Так говорит Рабиуда бен Табай. И когда перед тобой стоят двое, смотри на них, как будто они оба обвинены, даже если один большой праведник, даже если один большой богач, ты должен смотреть на них одинаково перед тобой. А если они примут твой суд, смотри, как будто они оба праведники. Рафхайм из Воложина, ученик Гаона из Вильна, он говорит, если сразу те, которые пришли на суд, выходят, знай, что они праведники. Если они остаются и хотят что-то выговорить для себя, что-то еще какие-то, знай, что они не приняли твой суд. Это решение суда. А теперь подробно допрашивай свидетелей. Есть семь разных видов вопросов, которым подвергаются свидетели, чтобы точно выяснить, что они говорят правду или нет. А теперь будь осторожен в своих словах. Кто судья? Если судья говорит, а может быть это вы сделали потому-то и так тому-то. Да, этот против кого выдвигается обвинение. А может быть у вас были такие-то причины. Да, несомненно, такие, чтобы не научились те, кто стоят у тебя на суде лгать. На самом деле это основа, потому что печать Творца истина. Посмотрите, первые три слова в Торе. Берешит, Бара Элоким. Эти три слова завершаются тремя буквами. И сказано, что из этих трех букв составляется слово Эммет истина. И сказано, что печать, печатка Творца истина Эммет. И поэтому мы должны стараться жить по истине. То есть, если мы действительно впускаем в наше сердце Творца, мы стараемся жить по его Торе. А его Тора называется Тора Тхаим, Тора жизни. А что такое обман? Сказано, что если раз в 70 лет источник воды прекращает, чтобы из него не текла новая вода, это обман, обманчивый источник. то есть, человек должен исправлять себя и стремиться идти по прямым путям. Это ведь то, что было в России. Мы думали одно, говорили другое, а делали третье. Для этого мы приходим к Торе и учимся исправлять кривизну наших путей. То, что мы учим, мы учим не для того, чтобы называться раввинами, знатоками Талмуда. Мы учим только для того, чтобы жить, потому что мы учим. И в этом великая правда Торы, потому что это Торат Эмет, Тору истину дал нам Творец. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующей встречи. Продолжение следует...